Так удобно выйти на трибуну Европарламента или перед своей пресс-службой палить всех к востоку от своей стороны грязью, и тебе, как правило, не зададут ни одного удобного вопроса. Не может президент США подписывать такие документы, введение санкций, каких-то ограничительных мер, не понимать, что он делает. Я в это слабо верю. Поэтому все не одинаковые. С момента, когда в Германии был введен локдаун до сегодняшнего дня, то есть до конца 2024 года, будут закрыты в Германии 46 тысяч магазинов. Если Соединенные Штаты выйдут из НАТО, это будет все, потому что это будет означать, что НАТО вышло из НАТО. Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Это ток-шоу «Будни» здесь в этой студии. Во второй части нашей программы уже традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции из этой студии. Поэтому обязательно переходите по ссылке, присоединяйтесь к стриму, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Кстати, слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель Белтеля радиокомпании Иван Михайлович Эйсмант. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, начнем с темы, которая, я уверен, еще только набирает обороты. Это, конечно же, тема, которая касается американского журналиста Такера Карлсона, который уже, ну, скажу так, взбудор. Ничего себе набирает. Да, да. Ну, я уверен, что это еще, знаете, только старт. За 40 минут 5 миллионов просмотров только анонса интервью. Да, ну, как бы, действительно, пристальное внимание сейчас к тому, что происходит. Но, опять же, интересная здесь история. И вообще, почему на данном этапе такое внимание к этому интервью? То есть люди ждут правду? Да, все знают, почему. Ну, естественно, вы сразу ответили на этот вопрос. Мне можно не отвечать. Я вот перед эфиром вам рассказывал, что наша компания, моя программа, в частности, клуб редакторов, не единожды обращалась к западным политикам, к парламентариям, к журналистам, официальным лицам, главам государств. Письма рассылались с просьбой дать интервью и открыто поговорить на самые актуальные темы. Последняя наша история — это с газетой «Гардиан», которая опубликовала статью об инциденте с самолетом «Райан-Эйр», в котором летел Протасевич. Я не помню, боюсь неточную цифру сказать, но что-то в пределах 10-15 фейков мы нашли в этом материале. Причем в ответе мы доказали, что это не так. Тут особых проблем не было с доказательствами, потому что эта статья даже противоречила выводам ИКАО. Мы переслали им видео, переслали им скриншоты и предложили выступить, в прямом эфире, обсудить эту тему, все-таки выяснить, что происходило на самом деле. Естественно, ни ответа, ни привета. То же самое было с «Вашингтон-Пост», то же самое было, еще раз повторю, со многими политиками. Не хотят они говорить на эту тему. Так удобно выйти на трибуну Европарламента или перед своей пресс-службой полить всех к востоку от своей стороны грязью, и тебе, как правило, не зададут ни одного удобного вопроса. А если там в Белом доме людьми задают на брифингах неудобные вопросы, то они уже игнорируются, они на эти вопросы не отвечаются. Естественно, они понимают, что Такер сегодня самый популярный журналист в Соединенных Штатах Америки, особенно среди молодежи, достаточно политичной молодежи, как показывают результаты опроса общественного мнения. Большинство американцев понятия не имеют, что здесь на самом деле происходит. Они не знают, где мы находимся. Тем более в исторической перспективе они имеют ту точку зрения, которую им навязывают Белый дом, Пентагон и подконтрольно им средства массовой информации, а там, по большому счету, все подконтрольные средства массовой информации. Что-то вдруг все тысячи СМИ в Соединенных Штатах Америки имеют одинаковую точку зрения по тому или иному вопросу наряду с Белым домом. Совпадение такое, да? И, естественно, там все жестко контролируется, ни для кого не секрет, вы все это знаете, да они и сами это признают, и Такер об этом говорит. Крайне интересно будет посмотреть на реакцию американцев после того, как Владимир Путин объяснит причины специальной военной операции, ход ведения специальной военной операции, самое главное, последствия для коллективного Запада, для Соединенных Штатов Америки, в частности, вот того, что сегодня происходит. Я думаю, что у многих откроются глаза на это. Они понятия не имеют, что Россия предлагала заключить соглашение еще задолго до СВО, и накануне СВО вопрос лишь стоял в нейтралитете Украины и прекращении обстрела Донбасса, который длился 8 лет, 15 тысяч человек убили украинские вооруженные силы, в том числе, по-моему, полторы тысячи детей, вы знаете, эту аллею ангелов. Когда началась специальная военная операция, внимательно следил каждый день, читал все, естественно, смотрел, наверное, по два раза в день было предупреждение Российской Федерации, давайте остановимся, давайте остановимся, потому что в каждый следующий день ситуация и условия переговорные для вас будут ухудшаться. В конце концов, уговорили, провели раунд переговоров в Беларуси, провели в Турции, договорились, прилетел Борис Джонсон, сказал, воюем дальше до последнего украинца. Я думаю, что если американцы об этом узнают на столь популярной площадке, они будут слегка удивлены, а самое главное, они начнут задавать вопросы Байдену, которому скоро баллотироваться в президенты. И это, конечно, ставит его не в очень удобное положение. Кстати, несмотря на то, что, ну, давайте говорить прямо, наверное, тоже, что это используется и как элемент предвыборной борьбы, потому что, ну... Ну, конечно, потому что... Мы должны тоже понимать, что... Такер-трампист, такер-трампист, и вы же понимаете, что с приходом Такера... Ой, с приходом... А может, и Такер придет, кстати. Кто знает. Вполне себе. Может занять высокую должность. С приходом Трампа на пост президента, по большому счету, для Российской Федерации и Республики Беларусь ничего не изменится. Трамп, едва ли, не больше всех ввел санкции в отношении Беларуси, несмотря на то, что имеет родственные связи с людьми, которые здесь жили, были спасены. Недавно к нам приезжали в эфир американские журналисты, если вы видели, это из команды Трампа, и они, естественно, достаточно так агрессивно и жестко настроены по отношению к Байдену. И вопрос нашей журналисты... Наши журналисты интервью брали, и я сам попросил лично жестко задать вопрос по поводу политики Трампа в отношении Беларуси, потому что, ну, чтобы не было так, что вот они сейчас... Байден против Республики Беларусь, они против Байдена, и мы давайте все вместе, мы лучшие друзья. Я говорю, задайте вопросы по поводу того, что творил Трамп. И Леша Волков задал эти вопросы, но ответ был, типа, того, что Трамп в такие вещи особо и не вникал, не его... Это была работа, но поставил подписи, поставил, совершенно другие люди этим занимаются. Ну, вполне допускаю, что, естественно, готовят все эти предложения совершенно другие люди и воюют с нами какое-то глубинное американское государство, да, и, наверное, глубинное мировое государство, а Трамп ставит подписи, хотя не может президент США подписывать такие документы в введении санкций, каких-то ограничительных мер, не понимать, что он делает. Я в это слабо верю. Поэтому все не одинаковы, на мой взгляд. Кстати, но запрос вот на информацию со стороны, скажем так, наших стран, вот у жителей, опять же, того же и Запада и Соединенных Штатов Америки огромный. Я бы вспомнил интервью нашего президента, которые пользовались колоссальным успехом. Это при всей пессимизации, которая присутствует в интернете на самых популярных площадках к нашему контенту. Слышите, а что ж в последнее время столько встреч с руководителями Мета, Ютуб по поводу контента, который делается в Беларуси и России? Что ж за призывы в Европарламенте и Еврокомиссии, по-моему, ограничить доступ к государственным средствам массовой информации в Республике Беларусь и продвигать негосударственно? Почему? Потому что пользуются популярностью. Ну, мы же видим, что нас пессимизируют. Вы уж тем более видите, что с нами происходит. И мы сейчас работаем на иностранных языках, на многих, на польских, на английском, на испанский даже переводим, на немецком. Конечно, это пользуется популярностью. Тот же польский контент, широчайшая география просмотров по всей Польше, десятки, иногда сотни тысяч просмотров того, что мы делаем там в течение дня. Ну, конечно, кому это понравится? Ну, вот уже конкретные шаги. Опять же, в преддверии нашего разговора YouTube заблокировал около 40 каналов региональных фериалов ВГТРК. Ну, естественно, для них это не проблема. Но это нужно поставить в вину, в первую очередь, Российской Федерации. Мы с достаточно высокопоставленными людьми по этому поводу разговаривали. Когда они начнут делать свой нормальный рутуб, который будет популярным, ну, вроде бы, как они ставку делают на ВКонтакте, но пока это, в общем-то, такая платформа, ну, не совсем для этого, не совсем для политического вещания. То есть церемониться никто не будет. Да, и людей нужно к этому приучать. Это сейчас, ну, да, война, но прямого боестолкновения с Западом нет, да, идет прокси-война. А если вдруг начнется, выключено, будет все. Поэтому Российская Федерация, в первую очередь, должна думать о том, чтобы создавать и продвигать свои вот такие вот площадки. То, что касается вот темы Украины, опять же, уже так чуть-чуть скользь затронули. То, что сейчас происходит на территории Украины, опять же, пристальное внимание информационных, конечно же, агентств. И, в принципе, весь интернет завален уже всевозможными какими-то, скажем так, предположениями, что же происходит с Залужным и так далее. На ваш взгляд, что на самом деле, какая игра там ведется? Ну, уже есть официальная информация по поводу того, что происходит в Украине, конечно, большой конфликт между Зеленским и Залужным. Мы не знаем... Вы сидите об этом еще давно. Да, мы не знаем реального уровня поддержки ни того, ни другого, потому что все, что они там делают, это фейки и фикция. Так же, как они работают и в средствах массовой информации, в частности, по отношению к Беларуси. Но есть подозрение, что Залужный куда более популярен, чем Зеленский. Несмотря на то, что неудачно ведет он военные действия, это мое личное убеждение, потеряны, судя по всему, сотни тысяч жизней. Это при том, не нужно забывать, что не Украина воюет с Российской Федерацией, что 52, по-моему, страны помогают воевать с Российской Федерацией. Деньгами, оружием, наемниками, консультантами, в том числе, я уверен, что вооруженные силы натовские представители сидят и помогают вести бой. Ну, пресловутый патриот, ну, все говорят, что не украинцы это делают, а делают, ну, представители НАТО, не знаю, американцы, не американцы, но представители НАТО точно. И несмотря на это, Россия достаточно уверенно себя ведет, как говорил Путин, что мы еще не начинали, правда, специальная военная операция, не война. Я надеюсь, что после того, как Израиль начал воевать с Хамасом, а там официальная война, вы увидели, чем отличается специальная военная операция от войны. Если бы была война, то в Киеве сегодня не было бы так весело и задорно, как сейчас я про те многочисленные видео из ночных клубов и ресторанов, которые оттуда приходят. В общем-то, там идет дележка власти, Зеленский не собирается отдавать свою власть, потому что, мне кажется, что для него это вопрос жизни и смерти, он об этом знает. Я думаю, что он знает реальный уровень поддержки, он знает, какие ошибки он допустил, он знает, какие преступления допустила украинская власть при нем по отношению к жителям Украины. И недавно, опять же, материал Guardian из тюрьмы, где содержатся люди, которые имеют иную точку зрения, у которых на лбу вырезано там ножом или выжжено слово «орк», и это только верхушка айсберга. Все мы знаем по рассказам людей, которые вернулись с Донбасса, что там творилось, да, и по всей Украине. Поэтому, я думаю, что поэтому Виктория Нуланд и прилетала, и прилетала, потому что, ну, до этого там прилетали несколько высокопоставленных чиновников западных. Она, я думаю, прилетала для того, чтобы предотвратить, не допустить государственного переворота, в частности, в Украине, столкновения какого-то, потому что, ну, история произошла слишком далеко в противостоянии заложенного и Зеленского. Кстати, то, что касается, вот опять же, Украины, конечно же, здесь нужно задать вопрос и отношения Европы, потому что мы видим, что происходит в Европе, мы об этом говорим, мы освещаем эту ситуацию. Ну, колоссальная просто такая волна недовольства простых граждан. Мне кажется, это старт, и многие говорят, что это только начало. Чем должны быть довольны жители Европы? Они довольны тем, что Российская Федерация, как рассказывали им местное средство массовой информации, на них не напала. Потому что вы знаете, что люди там запуганы в буквальном смысле этого слова и пугают их Россией десятилетиями. Хотя я вот вспоминаю последние три самые крупные войны и никак не могу вспомнить, чтобы Россия напала на Францию, на Германию, ну и на другие страны Европы. Все было с точностью до наоборот. Никто там в прессе не рассуждает по поводу предложений Путина накануне специальной военной операции. Всех убеждают в том, что у России имперские замашки, и она хочет дойти до Португалии и Испании. Ну, одно дело воевать в интернете, а другое дело почувствовать на себя экономические проблемы. Давайте не будем мы анализировать состояние дела во всех странах Европейского Союза. Возьмем Германию. Локомотив. А большие проблемы у Германии в последнее время с экономикой. Вот новость вчерашнего дня. Я смотрел интересный материал, и там была опубликована цифра дня, 5000 магазинов будут закрыты, по мнению отраслевого союза, в 2024 году в Германии. Это при том, что магазины закрывались в ковидный период. Итого, сообщают сами немцы, если так случится, то с момента, когда в Германии был введен локдаун до сегодняшнего дня, то есть до конца 2024 года, будут закрыты в Германии 46 тысяч магазинов. Представляете, сколько потери в рабочих местах. На том же связано потери. Ну, и замечательная спецоперация, в кавычках, Соединенных Штатов Америки, наверное, Украины, наверное. Ну, Германии вряд ли по подрыву северного потока. И сейчас Германия, вместо того, чтобы покупать нефть и газ по нормальным ценам в Российской Федерации, покупает ее по ненормальным в Соединенных Штатах Америки, в частности. А, возможно, и в Российской Федерации, только через посредников, обходными путями, но по куда более высокой цене. Ну, и в результате экономика Германии сталкивается с проблемами, мы слышали, по-моему, с Мерседесом, с заводами, которые собираются выводить. Это же локомотив европейской экономики. Я не экономист, но это элементарные вещи, которые знают все. И, разумеется, что раскручивается инфляция, и люди на себе это чувствуют. А Германия тянула Европейский Союз. Ну, не полностью, конечно, но тянула. Все-таки это была основная страна. Поэтому люди и начинают возмущаться. Ну, и зеленая повестка, зеленая повестка. Но не пытаются прикрыть. Может, Бурсула много чего рассказывает с трибуны про зеленую повестку, и про то, что это во всем Путин виноват. Но люди скоро все узнают, кто виноват в этой ситуации. Кстати, то, что касается северных потоков, вот интересная тоже новость. Буквально там несколько часов назад появилась, что немецкие СМИ утверждают, что Швеция прекращает расследование диверсии на северных потоках. Не нашли конкретных подозреваемых. Что вы говорите? Как в Беларуси что-нибудь случится, через полтора часа найдут виновного. Ну, естественно, государство. Инцидент с Ронейр, который мы с вами обсуждали в начале программы, расследовали за два часа. За два часа закрыли нам небо, ввели санкции в отношении Белави, аэропорты и ряда физических лиц. Все быстро расследовали, а здесь не могут найти. Но это, конечно, смешно. Вот в том числе и это люди видят, в том числе и это немцы видят и начинают задавать вопросы своему правительству. Но это позор. Вот эта история с северными потоками, позор Германии. Все-таки в великой большой стране, несмотря на то, что она на нас напала. Напала на Беларуси и убила миллионы наших сограждан. И потомки этих людей прямые в том числе. А многие поддерживают эту идеологию. До сих пор находятся у власти в Германии и в НАТО в частности. Но, в общем-то, мы эту страницу когда-то перевернули и забыли. Но Германия большая страна и высокоразвитая. Но то, что с ними сделали, это просто позор. У Шольца поддержка, по последним данным, по-моему, 20%. 20% это ноль для лидера немецкого государства. Это, по-моему, антирекорд. Ну, естественно, вот вам. Вот и результат. Иван Михайлович, завершая тему США, Европейский союз, противостояние против Российской Федерации, да и нашей страны. Вот и говоря об электоральной кампании в Соединенных Штатах Америки, вот уже чуть не открыто Европейский союз заявляет о том, что боится он победы Трампа. Вот почему боятся-то так? Вот опять же интервью. Они себе такое позволяют, кстати, в отношении Трампа, что если бы такое делала Российская Федерация, то они ее обвинили бы во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах Америки. Трюдо в Канаде создал какую-то целую комиссию, проще говоря, по объяснению того, почему Трамп это плохо. Поэтому боятся они прихода Трампа, но Трамп такой человек своевольный, и судя по всему, судя по его первому сроку, как раз-то он и не работает с тем самым глубинным государством, а сам принимает решения по довольно многим вопросам, хотя не по всем, невозможно президенту Соединенных Штатов Америки вникать во все вопросы, там и структура власти совершенно по-другому выстроена. Ну, так сложилась традиция, и мы вспомним знаменитый рассказ Трампа про ЦРУ, он говорил о том, что эти ребята убили очень много плохих парней, то есть он признал, что они занимаются убийствами, но он сказал, что плохих парней, но это плохих парней по версии Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что кроме плохих парней, террористов каких-нибудь, было убито очень много нормальных парней, и даже хороших парней, и они этим занимаются. И Трамп так рассказывал, как будто он к этому не имеет особого отношения, что он сам об этом узнал и удивился, когда этому, когда стал президентом. Поэтому он политикой независимый. Сегодня он заявляет о том, что он прекратит войну между НАТО и Российской Федерацией, в течение суток, по-моему, еще даже не приняв присягу. Я что-то в этом сомневаюсь. А вот что он может сделать, так это не дать денег. Или выйти из НАТО. Украине и выйти из НАТО. Все верно. Это самый последний момент, который очень сильно, как мне кажется, пугает европейцев. Если Соединенные Штаты выйдут из НАТО, это будет все, потому что это будет означать, что НАТО вышло из НАТО. Потому что НАТО — это Соединенные Штаты Америки, это организация, строго подчиненная США. Это, по сути, и есть США, которая облепила себя европейскими, другими вассалами. И тогда станет вопрос о безопасности Европейского Союза. Вы знаете, что Европа напугана. Они напугали своих людей. Они сами себя убедили, что Российская Федерация и Республика Беларусь вместе собираются напасть на Польшу и дойти до Лиссабона. И сейчас они поговорят о том, что, наверное, им нужно будет создавать какую-то свою европейскую объединенную армию. Пусть создают фермеры, им скажут за это большое спасибо. Если у них нет мозгов, им нечем заняться, пусть создают армию. Заборы пусть построят еще, там, несколько заборов. На это потратят деньги. Еще раз хочу сказать, что люди им скажут спасибо. Пусть слушают наш президент. Он же говорил еще до всех этих электоральных кампаний, которые начались в Европе, что народ им этого не простит. Народ с них спросит. В результате альтернативы для Германии сейчас самая популярная партия Германии. И как это раздражает политиков, официальных лиц Германии, там просто творится ужас. Я просто слежу, внимательно читаю, в том числе и первоисточники на русском языке, то, что у меня получается, ну там уже призывают к расправе над членами партии альтернативы для Германии, оскорбляют в самой жесткой форме. И все идет к тому, что может нежданка случиться на немецких выборах. Поэтому вот такие страхи и у европейцев по поводу Трампа. Кстати, ну переходим с темной стороны на светлую, к союзному государству Республики Беларусь и Российской Федерации. Действительно, Высший государственный совет союзного государства состоялся. Вот итоги. И вообще, в принципе, как вы оцениваете сейчас вот это время возможностей для Беларуси и России? Потому что происходит то, что должно было произойти, наверное, 20 лет назад, то, о чем президент Беларуси не единожды говорил. Я имею в виду об более глубокой интеграции, о создании равных условий для экономик России и Беларуси. Эти пресловутые кремлевские башни на протяжении многих лет некоторые ставили шпильки в нам в этом вопросе. Ну и слава Богу, сейчас этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Это тоже головная боль и большая беда коллективного Запада по поводу экономического сближения Российской Федерации и Республики Беларусь, потому что это, конечно, сильно отдаляет нас от Запада в экономическом плане. Но спешу напомнить нашим брюссельским друзьям, что это не мы ввели санкции в отношении Европейского Союза, не мы строим заборы на границе между Беларусью Европейским Союзом, а все это они сделали своими руками. Я об этом говорил десятки раз в Клубе редакторов. Только нужно поблагодарить а наших мятежников, которые все это делали под контролем западных спецслужб и посольств, о чем уже открыто говорят. Вот просто я диву даюсь, то, в чем нас обвиняли три года, а именно в тех словах, где мы говорили, что это все инсценировано было Западом и поддерживалось Западом, вдруг выяснилось, что это абсолютная правда. Поэтому нужно их поблагодарить, ну и наших западных партнеров. Мы на торговле с Западом потеряли, на санкциях западных мы потеряли в торговле со странами Евросоюза и Украины 10 миллиардов долларов. 6 миллиардов мы в течение года практически компенсировали только увеличением поставок в Российскую Федерацию. Я уже не говорю про другие страны. Это только в течение года. У нас товароборот сейчас достиг, по-моему, 50 миллиардов долларов. Крутой, кстати, я видел, который работает, конечно, не покладая рук. Я знаю информацию, как работает посольство. Он уверяет, что за 3-5 лет мы можем удвоить эту цифру. Это замечательный результат. Почему? Потому что, ну, что происходит? Три направления. Во-первых, это продажа наших товаров. Это значит загруженность наших предприятий. Это значит, что стабильная работа. Это значит, что заработная плата. Рабочие места. Увеличение доходов. Это значит, что семьи накормлены, а у нас промышленность, извините, ну, не самое последнее в регионе. И огромное количество людей занято в работе на наших предприятиях. Во-вторых, это создание совместных производств. Одна часть колеса наши, кабины ваши и так далее. Ну, а третье, это инвестиции, российские инвестиции в белорусскую экономику. Я увидел в одном Змахарском паблике заголовок, о котором рассказал клубе-редактору. Россия дала Беларуси 4 миллиарда долларов. Я еще смеялся, что удивился. Думаю, что когда Россия начала деньги раздавать, инвестиции. Причем долгосрочные. Да, инвестиции, которые будут окупаться. Это развитие наших предприятий. И поэтому, ну, я доволен. Это страшный сон Запада. Они нас убеждали в том, что нужно было порвать Российской Федерации. Этот знаменитый план реабилитации Беларуси, по-моему, примерно так он назывался, который мятежники выбросили после 9 августа, через несколько дней, который подразумевал строительство границы с Российской Федерацией, запрет участия российского бизнеса в экономике Беларуси. Ну, и все в том же духе. Выход из интеграционных объединений, а значит, союзного государства. Мечта их такая, да. И это нужно быть просто предателем Родины или очень глупым человеком, чтобы жить рядом возле 140-миллионной страны с таким рынком, с такими богатствами, давайте говорить откровенно, природными, и с ними воевать, а не дружить. Но это могут делать только поляки, но поляки это делают потому, что их, из них создали витрину, ударный кулак для борьбы с Россией, и за это они по самым разным оценкам за последнее десятилетие получили от Запада триллион долларов на развитие своей экономики. Где-то возвратные были деньги, где-то просто подаренные, где-то инвестиции. Но поляки могут себе позволить. Им сказали, давайте, вы будете воевать с ними, а мы вам поможем. Но посмотрите на других, кто воюет. На Грузию, на Молдову, на Украину. Да ну тоже Прибалтику посмотрите. Жалко иногда на нее посмотреть. Ну и чего они добились. Поэтому замечательно все, что происходит между нами, Российской Федерацией, и сейчас. Воют наши беглые про потерю суверенитета. Слышите? Ну уже как Литва, Латвия, Эстония с Украиной и иными странами потеряли свой суверенитет, так лучше бы они молчали. У нас, в отличие от Украины, да, я думаю, других стран, представители американского посольства не назначают министров, как это было там с Кличко, знаменитая аудио, где они обсуждали, нужно его в правительство брать или нет. Я уверен, что такого никогда не случится. Никогда Путин не вмешивался в дела Республики Беларусь. И еще раз повторю то, о чем говорил в прошлом клубе редакторов. Я ни разу за все годы своего руководства, а вчера исполнилось 6 лет, когда я был заместителем и курировал общественно-политическое вещание, ни разу не было такого, чтобы Российская Федерация на меня оказывала давление. А Запад, Запад это делал регулярно. Регулярное посещение западных дипломатов нашей компании и нотации нам по поводу того, что зачем мы дружим с этим Мордором, давайте все выключим и вообще забудем про эту страну. Ну, замечательно рассуждать, конечно, когда ты сидишь на британских островах, о том, что можно так себя вести со своими соседями. Ну, в общем-то, вот так вот. Я рад, что у нас все получается. Ну что ж, еще одна тема. Завершился третий сезон популярного телепроекта «Фактор Бай». Ну, действительно, шоу удалось, и огромное количество просмотров, огромное количество... Вот вы расскажете уже более подробно те цифры, которые впечатляют. Потому что, скажем так, для белорусского медиарынка, ну, это такой уникальный вообще контент. И, конечно же, самое главное, что этот контент востребован нашу аудиторию. Ну да, выяснилось. Спасибо, во-первых, за комплименты. Но выяснилось, что зритель хочет смотреть такой контент. И когда у нас случился первый сезон «Фактор Бай», мы увидели эти цифры. Тогда у нас возникла идея, что это нужно развивать. Тогда был придуман «Фактор Бай 60+,» пели более взрослые люди, и мы увидели почти такие же цифры. Если это не касалось интернета, в интернете 60+, смотрится поменьше, то, что цивилизионная аудитория точно осталась практически на таком же уровне. Чуть ниже, конечно, но с очень высоким рейтингом для программы собственного производства. И я рад, что с каждым сезоном, что касается «Фактор Бай», цифры улучшаются. Вот «Апогей всему» был суперфинал третьего сезона. Мы получили самый высокий рейтинг за три года существования проекта. Именно этого выпуска. И в интернете просмотры радуют. Третий сезон только, по-моему, на нашем YouTube-канале. Больше 120 миллионов раз посмотрели. Смотрят его по всему миру. Его смотрят россияне, его смотрят европейцы. Крайне активно его смотрят украинцы. Смотрят его прибалты. Мы уже видим, откуда трафик идет. Поэтому я рад, что проект пользуется популярностью. Мы планируем его продолжать и планируем придумать, что касается развлекательного контента, еще кое-что новенькое. Не такого плана, но тоже для того, чтобы можно было в выходные вечером посидеть, посмотреть, отдохнуть, послушать песни. Ну и больше всего радует, что мы дали шанс нашим молодым белорусам, людям, которые увлекаются пением. Возможно, многие из них, возможно, некоторые из них станут большими певцами. Ну, потому что опыт есть, да, и пример. А может, не большими певцами, но станут артистами. И мы постараемся некоторым из них в этом помочь. Если они этого захотят в ближайшее время, мы встретимся с финалистами и спросим у них, какие у них планы на жизнь. Вот это очень важно для нас. Поэтому будем стараться продолжать в этом же духе. Ну, кстати, ну и давайте, наверное, напомним нашим слушателям, тем, кто нас смотрит, что, скажем так, это и проект с импортозамещением. Потому что все делается своими руками. Потому что я, скажу честно, как обыватель, который смотрит картинку и видит, что это делается здесь. Знаете, что я вам хочу сказать? Фактор Бай — это наш большой привет Евровидению. С огромной радостью мы восприняли новость о том, что мы больше не будем участвовать в этом так называемом конкурсе. Там есть вопросы по поводу того, как там люди становятся победителями. И ни для кого это не секрет. Никогда Евровидение не пользовалось такой популярностью зрительской, что касается рейтингов, в нашей стране, как это делает фактор Бай. Мало того, что мы избавились от этого, ну, простите, временами ужаса, хотя я человек достаточно либеральных взглядов, которые мы видим там. Так мы еще получили, а, собственный контент, мы получили опыт, мы получаем новых артистов. Работу получают наши аранжировщики, наши постановщики, наши осветители, наши режиссеры. Работает, да, начинает работать целая индустрия. Я рад, что наши коллеги из других компаний подхватили этот тренд. У них тоже появляются такие проекты. Ну и что, нельзя прожить без Евровидения? Получается, еще как можно. Поэтому фактор Бай, это наш привет Брюсселе, Брюсселе, фактор Бай, наш привет Брюсселе, Женеве и другим центром принятия решений в Евросоюзе. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Самая яркая цитата из сегодняшнего разговора читайте в сетевом издании sb.by. Слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00 в гостях. У нас был председатель Белтеля радиокомпании Иван Михайлович Эйсман. Спасибо вам огромное. Спасибо, приглашайте, рад был. Обязательно. Ждем встречи. Спасибо. Пока.